Добрый вечер всем, кто пришел, подключился и тем, кто будет слушать в дальнейшем. Продолжаем наш курс, посвященный Храму и в некоторой степени Храмовой горе. В сегодняшнем занятии я соединил две темы, которые с формальной исторической точки зрения не имеют ни малейшего отношения друг к другу, но некоторая интуитивная связь между ними есть, а кроме того, каждую из них все равно надо обсудить, поэтому мы их соединим, а про интуитивную связь мы, может быть, поговорим в конце. Итак, первая тема это вопрос о присутствии неевреев и их роли в Иерусалимском храме. Начнем с того, что Тора, в смысле письменной Торы, книжная, этого вопроса вовсе не касается. Причина этого очевидна. Тора описывает ситуацию Мишкана в Скине Незавета посреди пустыни. Никакого нееврея никаким образом там оказаться не могло. Представить забредшего бедуина, который решил зайти за какой-то надобностью в Скине Незавета, довольно трудно, и поэтому эта тема вовсе не обсуждается никак. Единственное, что да, обсуждается, хотя и достаточно мельком, это вопрос о принесении жертвы от имени чужеземцев. В книге «Воекра» этот вопрос и обсуждается, что если в следующем негативном плане, что если нееврей хочет принести жертву в храм, то так же, как от еврея, от него не принимается жертва храма и увечная и не больная. Естественно, эти формировки следуют с очевидностью, что жертва, что тот же нееврей прекрасно может прислать, в данном случае еще мы говорим про Мишкан, прислать Мишкан, добрый вечер присоединившимся, прислать Мишкан жертву годную, и она будет принесена. И действительно, в последующем анализе этого вопроса Игоря Гебария и последующих авторов, с очевидностью следует, что нееврей может прислать жертву для принесения в храме. Другое дело, что поскольку он не может ее есть, я не очень понимаю, откуда это выводится, но представляется очевидным, то жертвой его принимается жертвой всесожжения. Нееврейская жертва автоматически является жертвой всесожжения, которая целиком идет на жертву. Но это никак не снижает ее святости. Более того, это самая святая центральная жертва, поэтому эту роль нееврей, безусловно, может выполнять. В дальнейшем обсуждаются разные подробности, и уже в устной флористической литературе, может ли нееврей принести, например, хлебную жертву и так далее, и так далее. То есть подробности обсудимы, но основной принцип стоит очевиден. Нееврей может принести жертву в храме. Раз он может прийти в жертву в храме, скажем мы, он может и прийти, да? Или же, если он не может прийти, должно быть напрямую сказано, а это нигде не сказано. Давайте подумаем, куда бы, да как, докуда он мог бы дойти к теоретике. В здание храма никто, кто не является воином, не может зайти. Будь ты еврей, или будь он китайец. В здание храма нееврей не может зайти. То же самое касается пространства между храмом и жертвенником. И евреи-то не могут зайти, и неевреи-то не могут зайти. То есть вопрос возникает относительно следующих пространств. Зала, так называемого двора евреев, то есть узкого пространства в основном храмовом дворе, куда заходили евреи и мужчины в состоянии полной ритуальной суставки. женского двора, а также перед промежуточным пространством мы обсуждали некоторого террасного пространства вокруг стен храма, который назывался хей. Во все эти три пространства мудрецы постановили, или скажем так, мудрецы не постановляли, нигде не считаем, что мудрецы постановили. Мишна констатирует, что в эти три пространства вход не явлею запрещен. То есть Мишна, когда описывает 10 уровней святости, и определяет, кто, куда, как может заходить, мы это обсуждали в самом начале, если вы помните, куда может заходить, скажем, прокаженный, никуда не может заходить, да, или человек нечистый, то или иной чистотой, или человек полностью чистый, но, скажем, не принесший подобающих жест, то есть есть всякие критерии для евреев, кто, куда может заходить. Так вот, в эти три пространства не явлея не может заходить. Мы нигде не видим, чтобы мудрецы постановляли запретить не явлеям туда заходить. И тем не менее, им туда заходить нельзя. Если устной и письменной торе этого не написано, а мудрецы этого не постановляли, приходится прийти к выводу, что корни этого запрета находятся посередине по времени между письменной торой и эпохой наших мудрецов. Следовательно, это постановление эпохи раннего второго храма. Приду еще несколько соображений, связанных с первым храмом. При строительстве первого храма царь Шломо возносит молитву. Не представляю, а при освящении, в момент, когда первый храм начинает функционировать, царь Шломо произносит молитву, длинную молитву, занимающую всю 8 главу первых книгах Малахим. Появляется там и не еврей. После в ряду разных людей, которые вознесут свою молитву в храме, и Шломо просит, чтобы Всевышний эту молитву услышал, то является не еврей. Чужеземца, который не из народа твоего Израиля, а придет из страны далекой ради имени твоего, тут как бы скобка говорит Шломо, ибо и они услышат твоем имени великому, твоего кельсина, твои мышцы постертой, то есть не евреи во всем мире узнают о величии Всевышнего и прибегут в русский храм молиться. И придет он и будет молиться в доме этом, ты услышь с небес, с места обитания твоего, сделай все, о чем будет взывать тебе чужеземец, внимание, дабы знали все народы земли имя твоего, дабы боялись тебя, как народ твой, и дабы знали, что имя твоим называется дом твой, который я построил. То есть царь Шломо формулирует так, что освящение имени Всевышнего, прославление имени Всевышнего во всем мире подразумевает, что не еврей, который пришел в храм и вознес молитву, его молитва должна, он просит, чтобы она была услышана. С этого мы понимаем, что не еврей может прийти в дом и вознести молитву. Ну, естественно, когда мы говорим в дом, имеется в виду возбор, как мы уже сказали, в само здание храма не входили, в том числе и евреи тоже. То есть в какой-то степени возбор не евреи могли заходить. Когда царь Шломо принимает царицу Савскую, Малканшева, она, одна из вещей, которые ее восхищают, она видит, как царь идет в храм, из дворца в храм, то есть он пересекает храм и идет по направлению к храму, она это видит, то есть она где-то здесь находится рядом. Ну, тут, конечно, можно задумствовать и сказать, что она могла стоять там чуть в стороне, но, в общем, скорее можно понять, что она находилась там же, где царь Шломо, а уж из последующей литературы, такой апокритической, скажем так, уже там развивается эта мысль, что больше эта картина, как царь Шломо заводит царицу именно в здание, которое вроде бы представляется храмом, оно все больше получает дальнейшее развитие. Ну и, наконец, все знают пророка Ишияу, который сказал знаменитую фразу, что дом твой, дом молитвой наречется для всех народов. Следовательно, тут он же говорит не о настоящем, когда он стоит, пророк Ишияу, в конце эпохи первого храма, а он смотрит в будущее, и в будущем, он говорит, все народы будут приходить молиться в этот храм. Ну, Ишияу есть еще несколько интересных линий, показывающих, в частности, вот это место, которое все мы поем очень красиво, в конце молитвы Йонки и Кура. Сейчас я не приготовил этого стиха, но не хочу переврать стиха, но смысл его состоит в том, что смысл этих наборов стихов, что некие люди, боящиеся Всевышнего, спрашивают пророка, а что же, наши жертвы не будут негодные, он говорит, нет, 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 и ваши жертвы тоже будут приняты, приняты с радостью Всевышним. Там идут споры комментаторов, о ком идет речь, мне кажется, что простое прочтение этого места говорит о боящихся Всевышнего и в числами евреев, можно слегка изнасиловывать тексты. Значит, речь идет о герах, как делают такие более акадекционные комментаторы, но мне кажется, что это насилие на тексте, но не будем об этом вспомнить. Так или иначе, в первом храме те, кто говорят о присутствии неевреев, приходят неевреев в храм, видят это как явление только положительное. И пророк царь Шломок, и пророк Ишияо не могут себе представить ситуацию, при которой нееврей пришел в храм, и он его не приветствует. Они, видимо, находятся в той точке, где это явление крайне редкое, то есть мы не видим в описаниях первых храм каких-то массовых явлений, чтобы люди неевреи приходили в храм, но уж если они пришли, их должны приветствовать. Итак, в какой-то момент возникает, мы видим, что в первом храме, первый храм более-менее открыт для присутствия евреев, в конце второго храма мы видим довольно четкое определение границ, докуда неевреев можно идти. Более того, мы уже это обсуждали, на границе Хейля стоял сурек, загородка, специальная загородка, показывающая, где дальше неевреев ходят в храм. Загородка была декоративной, не то, что это не колючая проволока, а небольшая декоративная загородка, под названием сурек, то есть в виде плетеной такой высотой, около метра высотой. Но на ней висели каменные таблички с надписью по гречески, по латыни, запрещавшие вход неевреям, через проход, чтобы неевреям пройти через эту границу. И, как я уже говорил, таблички эти, полторы такие таблички греческие сохранились. Одна целая в Тобольском музее, можно ее посмотреть, а другую, более хуже, сохранившуюся в Иерусалимском музее Израиля. В какой же момент это возникло? Первое, пожалуй, упоминание о неевреях, которые хочут войти в храм, а его не впускают, относится к правдовлению рассказа о войскахлавия, артаксеркцев того, мы говорим о самом конце пятом, начале четвертого века до нашей веры. И Флавий пишет так, когда умер первосвященник Иерешир, то сын Иуда стал его преемником, а потом первосвященство перешло к его сыну Иоанну, Уханану. Благодаря последнему военачальник артаксеркцев вернил храм и еще заставил евреев платить специальный налог и сокращая немножко в предпринесении каждой веры. Причиной этого послужило следующее обстоятельство. Иоанну был брат Яшуа. Будучи в дружеских отношениях с этим последним, Яшуа, богой-боль начальник, то есть некий крупный очень чин в Российской армии, и обещал помочь ему стать первосвященником. И, полагаясь на это обещание, Яшуа зател прямо в храме ссору со своим братом Иоанном. Иоанн рассердился и в гневе своем убил Яшуа. Это было, тут уже замечает Клавий, со стороны Иоанна гнусным преступлением, особенно же вследствие того, что убитый был его брат. И ни у греков, ни у варваров никогда не совершалось подобного гнусного преступления. Ну, тут уже Клавий, это величие, как такого не бывало. Бывало, но не важно. И богой, узнав об этом событии, налег на Иудею, подневно закричал, так вы дерзнули совершить смертоубийство в вашем храме и потребовал войти в храм. И, когда он пытается войти в храм, евреи оказывали ему сопротивление. А на это сопротивление богой говорит, разве я не чищен, чем убийца? То есть, убийцу, то вы как бы там находился, но как-то вам не мешало. Теперь я хочу, я никого не убивал, вся моя вина в том, что я перс, вы меня не пускаете. Действительно, это, во-первых, евреям, видимо, нечем было ответить, а кроме того, довольно трудно спорить с персидским военачальником вооруженным. Он ворвался в храм, он был в храме, и затем он наложил специальный налог к наказанию на многие годы, наказал специальный налог, евреи должны были за каждую жертву, которую приносили в храме, платить специальную сумму персидского козла. Казалось бы, мы уже видим доказательства того, что евреев не пускают. Однако же, нигде не сказано, куда именно хотел войти в первосвящение. Совершенно не исключено. Поскольку он хотел пройти туда, где был перед этим два хоина, разговаривали, скажем так, разговаривали, поссорились и один другого убил, то вполне можно предположить, что он захотел зайти во внутреннюю часть храма, внутреннюю часть храма двора или даже в саму храму Бенда. А в таком случае негодование евреев по этим обстоятельствам никак не связано с этим запретом на вход неевреев, корни которого мы пытаемся найти. Кстати, за мячом собственно, прошло 200 лет и римский начальник Помпей захотел войти в храм и ему это удалось. Но и он, как говорится, силой оружия зашел в храм и это как раз речь идет о том, что он зашел именно в здание самого храма, более того, он зашел в святая святых, потому что ему было интересно узнать именно, чему же молятся июля, и он был так потрясен тем фактом, что в святая святых ничего нет, это осталось зафиксировано у нескольких римских историй. Так что можно поставить некоторый знак вопроса относительно этой истории относящихся к критическому периоду. В следующий раз эта тема появляется тоже войска Клаве уже эпоху эллинистическую, а именно период царя Антиоха. Это мы говорим царь, который праздник 20-го по 186-й год. где-то около 200-го года до нашей эры происходит война, в ходе которой войны Антиох заходит в страну Илудеев, а Илудеи принимают его дружественно. И он дает эдикт, в котором всяческие блага обещает евреям. В частности он им освобождает Койнаш, платы налогов, он помогает им строительными материалами для строительства храма, и так далее, и так далее, и так далее. А после того, как все это письмо Клаве приводит, добавляется еще одно. Затем царь издал, пишет Клаве, желая выделить святилище распоряжения по всей стране в том смысле, что ни одному иноземцу не позволено вступать в отделение святилища, которое закрыто для иудеев, исключает тех из последних, которые на это посвящены, и которым это разрешается местными законами. То есть, из текста Восифов Клаве можно понять, что именно царь Антиох возвел запрет для входа неевреев в храм в ранг законов, законов в данном случае государства. понятно, что он его не придумал. Понятно, что не то, что Антиоху своей какой-то надобностью захотелось не впускать евреев в храм. Очевидно, что речь идет о просьбе со стороны евреев, которую Антиох решил удовлетворить. Следовательно, евреям было представление о том, что неевреев в храм отпускать не следует. И мы опять возвращаемся к тому, что мы не понимаем, в какой момент этот запрет будет введен. Мы только понимаем, что он уходит в глубину персидской эпохи, то есть эпохи раннего второго храма. Досюда исторические факты, добавлю догадку свою. Догадка моя состоит в том, что я предполагаю, что этот восходит в период борьбы между вернувшимися из Вавилона евреями и самаритяными. Самаритяне хотели участвовать в строительстве храма. Евреи запретили им это делать, сказали, что вы к этому храму не имеете никакого отношения, это наш еврейский храм, и мы его строим. И действительно не допустили. После чего самаритяне всячески пытались мешать строительство этого храма, мешать и военной силой, и еще больше кляузами в адрес персидского правительства, как известно, после многолетних задержек их сопротивление было преодолено и храм был построен. Поэтому я предполагаю, хотя никак не могу это доказать на данный момент, что запрет для неевреев ходить в наружную часть храма, двора возник в момент этой борьбы, когда самаритяне пытались сказать, что это наш общий храм всевышнему, а евреи настаивали на разделении. Так же, как тогда были приняты жесткие меры к тому, чтобы у евреев не было нееврейских жен, как вы помните, Эсер занимался изгнанием нееврейских жен, то где-то и в тот момент мы должны понимать, что возник обычай, запрещающий евреям входить в наружные части храмового комплекса внутрь от Сурега, который, кстати, еще интересный вопрос, когда возник Сурег, который нигде написано, кто его будет, Торр нам не повелевает сдувать Сурег, это тоже некоторое установление кого-то. Из некоторых намеков я склонен считать, что строительство Сурега, я с ним буду тратить время, почему, но оно восходит к Шимону праведнику, Шимону Цадику, человеку, который последним, первосвященнику, который считается последним из людей Великого Собрания и первым из мудрецов раввинистической эпохи. Это речь идет по границе между Персидской и Кубническим Владычеством в Крае Иврале. Я так предполагаю, что именно он построил Сурег, и где тут в этот момент и возникает идея запрета на вход на евреев в Кау. В дальнейшем эта идея обостряется, становится очень важной темой, именно потому, что неевреи силой пытаются зайти в храм и когда неевреи что-то силой делают, то неевреи естественно как это все заложено в нашу религию изначально, как если неевреи пытаются силой заставить, что-то произошло, то неевреи оказывают сопротивление. Даже если сначала вещь оказалась не такой важной, как вы помните известный Аллаха, что вообще-то нужно жертвовать своей жизни только ради трех заповедей, но если это происходит в момент религиозных донений, то надо жертвовать свою жизнь за все, что угодно, включая сверх полк на ботинках. И вот именно эта идеология заставляет поднять в дальнейшем поднять тему недопуска неевреев в храмовый комплекс на уровень важнейшей религиозной ценности, когда греки пытаются всячески зайти в храм, они заходят в храм, они скверняют в храм, наконец, макобеи изгоняют греков из храма, и факт, что они изгнали греков из храма, превращается в акт религиозной победы, поэтому, естественно, после этого тем более не допускается присутствовать, чтобы неевреев заходили внутрь, и дальше римская власть подтверждает это их право евреев не допускать никого другого внутрь, это мы знаем из уже момента разрушения храма, Плаве описывает, что Тит, разрушитель храмов, римский начальник, обращается с речью евреям, которые там на стене, он им кричит, я же вам негодным все позволял, мы, мы, римляне, даже разрешили вам убивать тех, кто неевреев, которые заснуты, то есть с точки зрения римских властей, евреи могли казнить смертью, хотя у евреев в этот момент уже не было права смертной казни, но римляне понимали, как бы относились к пониманию того факту, что некоторая внесудебная расправа ждала каждого гоя, который зайдет внутреннюю часть храмового комплекса, внутреннего ЦРФ. в результате это сейчас закреплено как Аллаха, в царле Аллаха, то есть тени Рамбама, что и в указаниях аллогических, которые сейчас мы даем, если неевреи нас спрашивают, куда можно идти, мы говорим, что можно идти до линии, вам разрешено то же самое, что и еврею, который нечист нечистотой морского тела, то есть все мы, все мы евреи являемся нечистотой нечистой нечистотой морского тела, и вот куда нам можно идти, туда и нееврею можно идти, если с нами приходит, если я иду вместе с неевреем на храм в гору, я его веду тем же маршрутом, которым я сам и иду. Возникает вопрос, а если нееврей хочет зайти глубже, что он нарушает? Непонятно, потому что, как я не так давно я советовался по этому вопросу к ним и Рабина, который сказал, а собственно говоря, неевреи вообще-то обязаны соблюдать семьи западей в Нейнох, ни одной из семи западей в Нейнох не сказано запрет ходить на внутреннюю часть храмовой горы, то есть нееврей не нарушает никакого запрета, если идут на внутреннюю часть храмовой горы, а однако же за нас лежит обязанность его туда не везти, потому что почему? Потому что так было принято во времена храма, а почему так было принято во времена это мы опять-таки не вполне понимаем и так было принято поэтому я считаю, что если нееврей спрашивает и хочет уважить еврейский характер храмовой горы, то правильно если он ходит туда, куда евреям можно, то есть по периметру, если какой-то нееврей за какой-то надобностью хочет зайти глубже, то совершенно непонятно, что он тем самым нарушает и уж никак не надо его за это критиковать и осуждать вот, например, при изготовлении нашей книги Гара Мария был наш замечательный фотограф который человек больших очень еврейского характера и но формально по формально бобу для лохи не является евреем заходил внутрь и все програтирует и это нарушение малахи не является должен ли нееврей соблюдать все требования которые а другие требования по отношению к храму и горы которые выдвигаются к евреям очевидно, что нееврей не должен соблюдать законов ритуальной чистоты просто потому что они имеют к нему отношение нееврей не может быть ни чист ни не чист он никак евреи может быть или того или там и еврей он так вот и есть потом сам себе нет поэтому ему не нужно окунаться в мислу или еще какие-то по этому поводу нормы хотя бывали неевреи которые наставили у меня был гость индонезийц замечательный такой индонезийский христианин который очень хотел не просто зайти на храм в гору а непременно обкунуться в мику вот мы с ним вместе я вообще думаю интересно как это все соединенное население старого города когда индонезийц пойдет в мику и нет никак не отнеслось как в порядке вещей то есть это конечно не возбраняется не вле обкунуться в мику если он считает нужным но и необходимости такой нет относительно обуви как вы знаете Аллаха требует от нееврея снять кожаную обувь при восхождении на храм в гору если мы это не обсуждаем я вам сейчас сообщаю то мы да просим от неевреев соблюдать это правило и мы это знаем из истории с Александром Македонским есть замечательная история я не помню коснулся ли я но два слова скажу что это поздняя история и по-видимому апокрифическая то есть мы более настоящая история о встрече Александра с первосвященником который имеет себе под собой историческую основу если даже и сто процентов точно есть апокрифическая история поздняя в Гемаре рассказывающая о том что когда Александр Македонский пришел в Герусалим он непременно захотел посетить храм естественно Александр Македонский идет в сандалии как ходит царь греческие цари ходили в сандалии в кожных и перед являемые накорящиеся в храм возникает вопрос как же так царь пойдет в храм в сандалии обратите внимание в этой истории их никак не беспокоит тот факт что царь идет куда-то вглубь и по крайней мере здесь в конце история там зашел слишком глубоко там дальше кончилось все более сложно но в этот момент евреи я уже не помню коины или просто присутствующие евреи находят решение этой проблемы они дарят царю войлочные тапочки украшенные драгоценными камнями бриллиантами изумрудами чем естественно царь получив такое приношение с удовольствием у него бывает наверное павший не павниц евреи приносят царю эти тапочки украшенные драгоценными но он их примеряет и с удовольствием в них идет из этой истории мы понимаем что по крайней мере с точки зрения мудрецов гимары не еврей также обязан снять кожную обувь при заходе на храм в гору как и еврей хотя опять же корни этого обычая не вполне ясны это корни это лохист это не обычай это лоха обязывающая лоха мишны обязывающая всех евреев снимает корни довольно сложно это вот что касается евреев и посещения и не евреев и посещения храма в прошлом и храма в горы в ночь настоящее перейдем к другой теме которая как я сказал не связана напрямую хотя интуитивная связь есть и она состоит в том что это зеркальное отражение предыдущей темы в тот момент когда мусульмане становятся правителями храмовой горы в тот момент когда они решают где на храмовой горе место исламской молитвы а где место для всех остальных то возникает вопрос о допущении всех остальных на храмовую горы так вот ответ очень простой первые века исламского правительства этот вопрос не стоял очевидно и этому есть бесчисленное количество свидетельств что и евреи и христиане могли посещать храму в гору мечети золотой купол мечети лякса любое место другое дело что место торжественной общественной еврейской молитвы которая в начале первые десятилетия не может первые годы мусульманск была непосредственно вокруг места храма вокруг святая святых оно потом вытесняется на периферию как мы об этом говорили периферию храма другое дело что поскольку как мы уже обсуждали византийское христианство в целом отрицательно относилось к идее храма видела необходимость видеть именно храм разрушен то мы не слышим практически о христианах которые пытались посетить храм в гору в эти первые века а вот евреев мы слышим еще как слышим многие многое записи мы хитично обсуждали на позапрошлом или позапрошлом занятии записи о том что евреи приходили на место храма для того чтобы молиться для того чтобы совершать те или иные обряды и это было в порядке вещества более того есть у нас этому и материальные доказательства найдено довольно много надписей на грудь на храм в горе относящихся к этим ранним исламским периодам тамиярскому абрасивскому и фатимистскому то есть мы говорим от 7 до 11 века нашей эры естественно мы находим их в основном в наружных частях храма и горы по очень простой причине внутренней части храма и горы ученых почти не пускают никто там не не может посмотреть а кроме того трудно себе представить чтобы еврей стоял посреди условно говоря золотого купола и царапал на стене какую-нибудь надпись просто его за ванголизм скорее всего кальнили а не за то что он там находится поэтому мы не там надписи надписи в основном находим в есть надпись в подземельях под мечети и лаксы надпись была найдена в 19 веке французским археологам и переписана к сожалению мы не знаем мы знаем что ее сейчас не видно но мы надеемся что она только закрашена где-то под краской имеется а может быть и с тёртой но в любом случае он ее тщательно скопировал и мы знаем что там пишут евреи из Сицилии что он с женой побывал здесь и не очень понятно эта фраза то ли он выздоровел то ли он хочет выздороветь то ли это надпись благодарственная чтобы он совершил паломничество в честь того что он выздоровел или же это молитвенная надпись что он хочет чтобы он выздоровел и его жена выздоровела и поэтому полностью они совершили паломничество но в любом случае такая еврейская надпись найдена. Есть еще надписи найдены внутри ворот Милосердия с восточной стороны, храм выгорит, и в нескольких зданиях окружающих храмов, горы по периметру, в нескольких местах найдены те или другие еврейские надпись. То есть, в мире это место посещали все эти века. А христиане не посещали, просто потому что не хотели. Единственный, по-моему, христианин, которым мы знаем, что он посетил храмовую гору, это Аркульф, епископ Аркульф, Франк, который в начале 7-го, точнее, в середине 7-го века посетил Иерусалим и оставил свои записки, которые потом были переписаны в разные нескольких, некоторые манускрицы того времени, в частности в истории беды достопочтенного английского историка, и он описывает храмовую гору и описывает, кстати, мечеть, которая в дальнейшем стала мечетью Илякса, первую мечеть, которую построил там Амад. То есть, вот мы знаем, что он посетил, и никаких препятствий он не упоминает, что кто бы то ни был очень милым препятствием, спокойно ее посещает храмовую гору. Более того, в период крестоносцев, как мы уже упоминали, крестоносцы захватив Иерусалим, первым делом всех перебили. Они убили и всех мусульман, которые попались ему под руку, и всех евреев, которые попались ему под руку. Вопрос посещал. Впускать или не впускать не стоял, все были мертвы. В дальнейшем французские короли установили закон, согласно которому жить в Иерусалиме могли только христиане. То есть, ни мусульман, ни еврей не мог жить в Иерусалиме, хотя мы знаем, что по факту евреи в Иерусалиме жили в Иерусалимскую эпоху, хотя и не были довольно малочистыми. Однако же запрет был на проживание в Иерусалиме, но не на посещение Иерусалима. И мусульмане, и евреи могли посещать Иерусалим. И могли приходить к Иерусалим как по торговой надобности или в качестве посольства, так и в качестве поломничества. И в хрестоносовскую эпоху и евреи, и мусульмане приходили в качестве паломничного мусульмана. И заходили, по-видимому могли зайти на храм Бубор. Относительно мусульман, у нас есть свидетельства христианских летописцев, которые описывают частью Гурцберга, описывают храм Бубор во всех ее подробностях и упоминают, а вот в этом месте, в некотором месте, сюда регулярно приходят мусульмане молиться, потому что место для них святое. Это место, по-видимому, это место, которое считалось местом вознесения Мухаммеда на небо, снаружи от здания Золотого Кукула. А про евреев у нас есть одно свидетельство, зато крайне важное, а именно свидетельство великого Рамбам. Рамбам посетил, совершил паломничный педагог РССРЛ, и есть день, есть запись его, как сказать, тармена его своей рукой в одном из минус-скриптов. Тот мусульм, который мы знаем, это переписано вместе с его припиской, то есть вместе с его припиской переписали, то есть у нас не осталось собственноручно дать запись Рамбама об этом месте, но это в древней, одной, в очень старой средневековой рукописи, то есть это не так много лет прошло, запись Рамбама, которая описывает свое паломничество в РССРЛ, в частности, говорит, а в такой-то день, не ошибаюсь, шестого хешвана, я вошел в дом великий и страшный. Рамбам, который может означать в еврейской традиции только храм, то есть с точки зрения Рамбама, он шестого хешвана этого года зашел в храм. Куда именно он зашел? Мы понимаем, что он зашел на храмовую гору, и не говорил ли он обо всем комплексе храмовой горы, говорит ли он о каком-то конкретном здании, зашел ли он в мечеть Алякса, или же он зашел в здание купола скалы, мы не можем сказать. То есть, вроде бы, Рамбам сам установил Аллаху, из Аллахи установил Аллаху, и следует, что нельзя проходить здание купола скалы, потому что именно Рамбам закрепил на века Аллаху о том, что святость храма продолжает существовать, несмотря на то, что храм разрушен. И именно Рамбам очертил нам границы, докуда можно ходить и докуда нельзя ходить. И именно на основании законов сформулированным Рамбамом мы сейчас все функционируем на храмовой горе, поэтому, если вы должны понять его слова, так и не значит, что он зашел в само здание за того кукола, то нужно этому идти искать объяснение, это сложно. Есть написаны некоторые тексты с современными Рамбами, которые пытаются это понять. Я только скажу, что мы не понимаем, куда он зашел, и если он зашел достаточно сильно внутрь, то мы не понимаем, почему он это сделал. Но это произошло. После поражения крестоносцев, сначала Рамбам переходит под власть Аюбидов, Саладина и его потомков. Дальше еще проходит некоторое смутное время, он возвращается к хрестоносцев, снова Рамбам, некоторые там турки, еще другие всякие разбойники. Причем, XIII век, XIII век, она такая суматошная на храмовой горе, и мы не знаем, были ли евреи на храмовой горе, потому что просто кто-то причинит, что евреев в эту эпоху не было вовсе в Иерусалиме. И немногие евреи, которые жили в Эрес-Исраэль в этот период, они жили в основном в других местах, то есть евреи пришли специально в Эрес-Исраэль в надежде на, опять же, восстановление храма, некоторые мессианские события, но в результате они оказались в Акфу, в основном, основная группа евреев. Когда, конечно, жили евреи и Хеврония, жили евреи и на севере, и так далее. Замечательную историю этого периода рассказывает нам Кавтор Ва-Перрех, позднего XIII века, который рассказывает о своем учителе. А учителем был учеником одного из Балейтосовцев. И вот как-то учитель учителя, Балейтосовцев, зовет и говорит, пришло время восстанавливать жертвоприношение. И вот учитель Кавтор Ва-Перрех говорит, что я взял мешок, одел, обулся и пошел. И только дойдя до страны Израиля, задумался, а как же я буду приносить жертвоприношение, внимание, ведь мы нечистоты, нечистоты, ритуально нечисты. То есть его не интересовал вопрос, что там есть какие-то арабы, султан, воины, храма нету. Это вопрос его не интересовал. И как то, что его остановило, а как же мы, будучи ритуально нечистыми, сможем приносить жертвоприношение. И он задумался, а потом вспомнил, вспомнил Аху, что когда весь народ нечист, то можно приносить жертвы в состоянии ритуально нечистоты. И он в том направлении пошел дальше. Дошел до Иерусалима, поскольку всему все-таки жертв принять не смог. То есть мы знаем, что евреи в этот момент думали об этом, думали о том, чтобы прийти в Иерусалим после того крестоносца, их туда не пускали. Но по факту их там поедем не было, по той простой причине, что там вообще почти никого не было. Иерусалим был практически опустошен в какой-то момент, стены его были разрушены, жить там было опасно, трудно и почти невозможно. Однако же в конце XIII века, в второй половине XIII века, власть над Иерусалимом и над всей страной Израилем занимают мамлюки. Мамлюки навели порядок в стране. Войны прекратились, разбой прекратился, стало можно жить в стране. И одним из факт проявления того, что стало жить можно в стране, в стране уберутально возвращаться евреи. В частности, Рамбан, Бен Нахман, Нахманин, совершает именно эти мамлюкские годы в стране Израиля и восстанавливает еврейскую общину в Иерусалиме, создав первую после очень многих лет перебрива синагогу в Иерусалиме. То есть евреи, значит, появляются в Иерусалиме. И вот тут-то возникает запрет ходить на храмовую гору. У нас не сохранилась эта эдикта, которым мамлюкские правители запретили немусульманам заходить на храмовую гору. Мы знаем текст эдикта, который султан Бейбарс принес два года позже относительно Марата Махтевы, пещеры правоцев в Хевроне. Султан Бейбарс, будучи в Хевроне, увидел могилу правоцев и издал эдикт. А сюда ни евреям, ни христианам ходить нельзя. Поэтому мы предполагаем, что именно когда он был полтора или два года до этого в Иерусалиме, речься за 1263 годом, он издал эдикт, запрещающий евреям и христианам посещать храмовую гору. То есть именно потому, что для евреев и для христиан важнейшими святынями оказались в стране Исраиля молитвы. Ну, в первом же для евреев, для христиан были еще свои святыни, которых он никак не трогал, не претендовал. А для евреев, он также и христиан. То есть то, что объединяет евреев и христиан, это желание зайти на храмовую гору и посетить могилу правоцев в Хевроне. Вот эти две вещи султан запретил. Более того, султан ввел должность, которая была очень высокая, должность надзирателя на двумя святыни. Вот эти две святыни. Был специальный человек, он назывался Назир. Никак не связан с Назиром и Афторией, а это должность надзирателя, человек, функция которого следить, чтобы на храмовую гору и в пещеру правоцев никто не ходил. Но физически он находился, этот надзиратель, именно в Иерусалиме, следил на храмовую гору, хотя отвечал также и за Хеврон. Офисом этого надзирателя располагался у ворот, которые с тех пор стали называться воротами надзирателей. Ворота Баба-Назир – это ворота одни из севера, в северном конце западной стены храмовой горы. К ним и сейчас невозможно подойти, потому что там находятся офисы в Афтор, и полиция не подпускает евреев снаружи к этому месту, боясь, видимо, какого-то конфликта. То есть, если вы, будучи евреем, пытаетесь подойти к этим воротам снаружи, это не удастся. Поэтому это единственные ворота, которые нам не удалось сфотографировать снаружи, когда мы готовили нашу книгу к изданию. Почему именно там располагался этот офис, нигде не написано. Моя догадка, что это было обращено в первую очередь к христианам. Дело в том, что эти ворота в эпоху хрестоносцев служили линией, связывавшей здание Темплум Домини, то есть Золотого Купола, с зданием могилы, зданием церкви Воскресения, церкви Гроба. И вот именно через эти ворота шли шествия. Или оттуда, или туда. И поэтому, поскольку это было местом паломничества, то важнее было именно располагаться там, чтобы не пускать христиан молиться на храм в Угору, ну и заодно и евреи. И, в общем, более-менее очевидно, что на начале этот запрет был обращен в первую очередь к христианам, потому что евреи были крайне малочисленными в Иерусалиме. Но чем больше шлифика, тем больше прибавлялось евреев, и у евреев возникало все больше желания пойти на храм в Угору, а у христиан, наоборот, это желание уменьшалось. Поэтому со временем это стало, в первую очередь, антиеврейским запретом. В какой-то момент возникла специальная гвардия, располагавшаяся на храм в Угоре, функция которой было не пускать никого, кроме мусульман, заходить на храм в Угору. Гвардия – это была африканской расы, вот это стало ее описание 19 века, несколько описаний. Весь комплекс окраняется, пишет консул Финн в 1855 году, весь комплекс окраняется полицией из людей африканской расы, именаемой Тахрули. Тахрули слово означает «освобожденный», то есть «освобожденный рас». Это племя отличилось некогда в боях на исламскую веру, это, кстати, Тахрули до сих пор рассказывают, когда журналисты с ним общались недавно, они снова нам рассказали эту историю, что когда-то они, их предки, где-то воевали за исламскую веру, не очень понятно, о каких временах говорится, речь, что-то о юдийских временах или о юмлюкских, в общем, в какой-то момент они там возникли. За это им доверили охрану этого места, и всегда они были верны оказанному доверию, доходя до неистовства. Вид этих людей предназначен вызывать страх, они выше среднего роста, активно, хорошо сложены. Времена неполиткорректные, консул пишет так, кожа их черна, однако же многие из них хорошо выглядят, если только фанатичная ярость не искажает их лиц. Но в третий момент на них страшно смотреть, еще страшнее с ним встречаться, они вооружены громадными дубинками, которые всегда готовы воспользоваться для защиты неприкосновенности святилища. Не раз случалось, что эти африканцы готовы были убить христианина, проникшего в хоран. Мы действительно знаем несколько историй, во-первых, они попали на несколько картин художников 19 века, их можно увидеть, не очень крупный, подробно я в книгу даже вам показываю, но видно там стоит охранник с дубинкой, есть даже одна фотография, видно этого охранника с дубинкой черной расой, который охраняет место и не пускает туда ни мусульман. Кому они подчинялись, непонятно, но когда в 1855 году Паша решил допустить впервые не мусульмане, а это тогда были христиане, на храмную гору, он должен был обмануть этих людей, он не мог сказать им Паша, губернатор города, он не мог сказать им пустить, он их обхитрил, заманил в свой дворец и запер. И только тогда он смог завести коронованных особ, которых он поделал на храмную гору и сопровождавших их европейских гостей. Несколько месяцев спустя первый еврей открыто посетил храмную гору, это было уже лето 1755 года, и первым евреем оказался, застоился быть бароном Миндотеори, его жена и переводчики. Это были первые евреи, которые за 400 лет примерно смогли побывать на храмной горе, хотя и остаться в живых. И тут уже не было никакого скандала, потому что Монтефеоли по своему обычаю полагался не на силу, а на подарки. Он раздавил подарки всем охранникам, каких только смог, и они не возражали против того, что Паша Лба запустил. В дальнейшем роль этих охранников спала, и в конце 19 века уже довольно свободно и евреи, и не евреи, и евреи, и христиане могли сгонить на храмную гору. До какого-то времени от них требовали, и мусульмане раньше соблюдали закон, закон, который мы говорим о нем как еврейский аллахеш, на храмную гору идем ходить в кожные обуви. Так вот, был и мусульманский закон, запрещавший ходить на храмную гору в кожные обуви. Еще в начале 19 века, когда мы слышим о первых не мусульманах, которые так или иначе просочились на храмную гору, у нас нет уже времени читать их воспоминания, например, в 1935 году Авраам Сергеевич Норов, первый русский гражданин посетил храмную гору, а в 1818 англичанин, робостин-брачник. В обоих случаях их проводил туда какой-то вельможа. Он просил их прикрыть свое европейское платье мусульманским, и от них требовали снять кожу ногу и идти в специальных толстых носках. Когда выдавались носки войлочные, тапочки, можно было их приобрести для того, чтобы ходить не по храму в дыре. Где-то в сечение, к концу 19 века это начинает забываться, уже не за этим не следят. Мы уже видим на фотографиях европейцев в конце 19 века совершенно в сапогах, в ботинках и в чем угодно, и даже с оружием, со шпарами, с савлями заходят на храм в Угору, и никого это не волнует. В первый период, когда Израиль освободил храм в Угору, и все могли спокойно ее посещать. В какой-то момент Вакфа пытался сказать, что надо брать деньги всех посетителей, кроме мусульман. Но машина я на этой идее не понравилась, и она была забыта. И в первом 68-м году любой желающий мог посетить храм в Угору и спокойно уходить, более того, молиться, о чем мы еще поговорим в нашей самой последней лекции. И потом вдруг мусульмане вспомнили, что есть такой вещь, запрет посещения храма Горы немусульманами. Вот последние десятилетия вы очень часто можете услышать, что страшно оскверняет мусульманскую святыню тот факт, что евреи свободно по ней ходят. Ну вот, естественно, никакого такого мусульмана и законы нету. Речь идет об Эдикте мамлюкского султана, вынесенного вполне конкретной политической целью антихристианской в периодах борьбы с христианами и с первой шестерской стоноской. Ну, мы не будем сейчас подробнее обсуждать вопрос мусульманского закона по этому поводу, но только поверьте мне, что запрета такого не существует. Мы в шариате, на самом деле, а это вот такая вот исторически запрепленная вещь, которая действительно в разные исторические эпохи народом считалась очень важной. Действительно, мы знаем описание, что в начале 19-го, в конце 18-го века, если какой-нибудь не мусульманин пытался пробраться на храм в городе, ни один из них, ни один воплотился жизнью за это. Более того, даже Тин описывает одного мусульманина, которого заподозрили, что он плохой мусульманин, и убили. Может, его заподозрили, потому что он друз, или, я уж не знаю, ловит, этого мы не знаем, это подобное, но как бы хотел выбрать мусульманин, и араб даже, а его убили за посещение храма и горы, считая, что он, может быть, не мусульманин. Это некая народная вот такая вот идея, которая распространилась, и теперь вот с ней приходится иметь дело, и вот эти конфликты, которые возникают по этому поводу при посещении евреев и храма и горы. Но о современности мы посвятим наш последний урок через один, и мы там эту тему подробнее обсудим. Но, к сожалению, больше уже подробностей нет. Я вам только расскажу, что есть несколько подробных описаний того, как разные немусульмане пытались пробраться на храмную гору, часть из них проведены в нашей книге «Гора Мария» в конце, в части описания рыцаря, который смог пробраться на храму гору в 15 веке. Нет, рыцарь не попал в книгу, прошу прощения. Рыцарь висит на сайте, и русский, лучший писатель, Норов, висит на сайте, а в книге есть финн, который описывает свое печенье, и еще на сайте есть один авантюрист по имени Алибей, который на самом деле был испанский ворянин, ахминтовался Алибей, и тоже смог пробраться на храму гора, это вы можете их описание найти на сайте. Я посвящу только последнюю минуту своему личному ощущению, но ни в коем случае не является не историческим фактом, ни мнением какими-либо еврейской религии или каких-то авторитетов, это моя личная мысль. Мне кажется, что еще раз, что в то время, как изначально в втором храме или его изначальной форме существования не было никакого запрета на присутствие евреев, и запрет на присутствие евреев возник исторически в процессе борьбы с самаритяном. Возник неизбежно. Нельзя сказать, что есть какая-то вина евреев, но все-таки тот факт, что этот запрет возник, отодвинул выполнение пророческой идеи о том, что храброе будет место молитвы для всех народов в будущие времена. и Меда, Кринегет Меда, евреи тысячи столетиями страдали от того, что мусульмане не пускали их самих молиться на храм в Геории. Сейчас ситуация меняется, благодаря реально евреи уже могут молиться на храм в Геории, хотя еще очень ущемлены, очень ограничены, нельзя даже сравнить положение евреев на храм в Геории с положением арабов, которые там являются властителями, а мы, евреи, к сожалению, являются гостями, но все-таки мы можем молиться, если тихонько, без шума, без скатала, и христиане тоже это делают, я знаю большое количество лично своих моих христианских друзей, которые, поднимаясь на храм в Геории, тихонько молятся, хотя бы запрещено. То есть, вот эта проблема, возникшая тогда-то в период второго храма, начинает исправляться. И я не теряю надежды, что мы приближаемся к тем будущим светлым временам, когда всякий человек будет приходить на храмную гору, понимая, что это место храма, место, установленное Давидом и Шломо, и молиться там Всевышнего. На этой надежде я заканчиваю сегодняшний урок. Сейчас можно задать вопросы и обращаю ваше внимание, что следующий урок не состоится, поскольку это Пулем, и боюсь, что и лектор, и слушатели будут в плохой форме. Так что будем веселиться, счастливого всем Пулема, а после Пулема в среднем снова тема следующего предпоследнего занятия, это определение, вопрос, как же, откуда мы знаем, где именно стоял храм, где стояли те или иные его части, и какие споры по этому поводу имеются среди разных авторитетов, а пока что всем откуда мы, если есть вопросы, не дура. Окей, тогда мы за всем кончаем, значит, следующего занятия, как сказал, Мейер, не будет, по случаю Пулема и всеобщего как бы опьянения, а тогда через неделю Божьей помощи встречимся в трезвом состоянии и продолжим. Окей, хорошо, всем счастливого и до свидания, Мейер, спасибо. Спасибо.